Девушки отдыхают Дамы и господа, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Добрый вечер. Я очень рад видеть вас всех. Для меня большая честь быть здесь, приветствовать вас. И, наверное, еще большая честь зачитать приветствие участникам и гостям 13-й церемонии вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» от имени Владимира Владимировича Путина. Приветствую вас на торжественной церемонии вручения национальной премии «Золотой орел». Сегодня здесь, в первом павильоне Мосфильма, вновь встречаются известные режиссеры и актеры, сценаристы и операторы, художники и композиторы. Талантливые и увлеченные люди, посвятившие свою жизнь отечественному кинематографическому искусству, сохранению и развитию его замечательных традиций. Встречаются, чтобы в неформальной и по-настоящему дружеской обстановке обсудить актуальные профессиональные проблемы, наметить планы на будущее. И, конечно, поздравить лауреатов самой престижной национальной кинопремии «Золотой орел», которая по праву стала символом творческого успеха и общественного признания. Важно, что сегодня российские фильмы не только укрепляют свои позиции в отечественном прокате, но и получают достоинство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Вам можно бесконечно продолжать этот список. Разве зрителю важно, какого именно плана эта роль? Большая актриса даже слово «привет» произнесет так, что у зрителя возникнет вопрос, кто написал этот гениальный текст. Номинация «Лучшая женская роль второго плана». И в этой номинации представлены. Екатерина Гусева. Уикенд. Это я, Инна. Это сучка прибалтийская. Евгения Добровольская. На дне. Обидел ты меня. Девушки отдыхают. В поддых. Рита, скажите, пожалуйста, почему вы открыли ваш благотворительный фонд именно в помощи ВИСО? Северия Янушаускайте. Звезда. Какой был вопрос? Вы на лично мне расслабьтесь? Нет, мне на лично. Вы тоже возьмёшь. Для вручения награды за «Лучшую женскую роль второго плана» мы приглашаем на сцену замечательного артиста Андрея Чернышёва. Очень обаятельного актёра. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Вообще, мне кажется, что женщин второго плана не бывает. Просто у некоторых роли чуть поменьше. АПЛОДИСМЕНТЫ Это очень красивое имя, но требует специальной подготовки. АПЛОДИСМЕНТЫ Северия Янушаускайте. Получилось. Награду получает Северия Янушаускайте. Фильм «Звезда». Не, Янушаускайте, а Янушускайте. Да пкунаете, Янушускайте. Вот так вы. А вы теперь вытаетесь. Ну что я... Ой, уля-ля. Сколько можно? Хватит уже. Не знаю, я как всегда не готова. Этот русский язык для меня это... Фух. Ну, орла-то здесь же получаете. Да, все я могу сказать. Это спасибо Ане Меликиян. Жалко, что ее нету сегодня. Но если бы не она, я бы была просто очень хорошая актриса в Литве. Спасибо. Спасибо вам огромное. Мы поздравляем вас. Спасибо, поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасно. Можно даже вот из получения премии сделать роль не второго плана. Конечно. А практически главная. Браво. Мы запомним вашу фамилию. Тепленькая пошла. А у вас в Дании выбрасывают новые куртки. Тебя посадят, а ты не воруй. Вот все эти фразы произнесли исполнители ролей второго плана. А мы их помним, будем помнить всегда. И вообще эти фразы объединяют нас в нечто целое. Ну, когда актеру достается так называемая роль второго плана, можно, конечно, огорчаться, что не первого. А можно радоваться, что не третьего. Можно же и так. Итак, у нас номинация «Лучшая мужская роль второго плана». И в этой номинации представлены замечательные артисты. Владимир Ильин. Поддубный. То есть, кандидат, собственно, один. Здесь, в Петербурге, Иван Поддубный, известный в церковом мире, как русская медведь. Здесь на каждом шагу такие магазины. Шутка! Роман Мадянов. Левиафан. Когда это у нас с вами было такое? Вошь придавили. Вони на всю округу. Московский от заката его приезжает защищать. А этот тварь, мало того, что еще компроматом в нос тычет, так он с вами ими громкими прикрывается. Хорошо, если он блефует. Блефует? Ты вот вместо того, чтобы лошадок-то рисовать, подумала, кто ему платит за это? Виктор Сухоруков. Уикенд. У вас там и не такие цифры, вы читал, знали. Но для карманных расходов, согласитесь, сумма все-таки великовата. Так для чего она предназначалась? Может, в следующий раз придумаешь что-нибудь поумнее? Только следующего раза-то не будет. Победителю этой номинации, кто бы им ни оказался, ему повезет. Потому что награду ему будет вручать очаровательная Светлана Иванова. Добрый вечер. Быть вручантом очень приятно и очень почетно. Я поздравляю вас всех с праздником кино. И хочу сказать, что я невероятно рада, что буду вручать премию одному из классиков российского кино. Это уникальный случай, когда соревнуются между собой люди, которые не нуждаются в наградах. Я не буду тянуть, потому что страсти накаляются, и любая долгая речь будет преступлением. Поэтому я открываю конверт. Роман Мадянов. Награду получает Роман Мадянов. Сын Романа Мадянова. Левиафан. Здравствуйте. Добрый вечер. Большое спасибо. Извините, не волнуюсь. Первый на такой сцене. Так много народу. Ох, столько времени, что думал, что буду говорить, если всё-таки вызовут. Никак не могу собраться с мыслями. Папа, я тебя люблю, скажите. Давайте. Не надо ничего говорить. Мы просто в твоём лице поздравим твоего папу, выдающегося русского артиста. Приятно быть его сыном. Вот и всё, и будем. Замечательно. Давайте всё-таки я пару слов скажу. Забавно так то, что точно такая же имя, имя, фамилия. Как-то очень смешно бывает, когда они папа ли, в случае. Ну, внешне-то не очень, честно. Да, есть такое. В общем, я хотел сказать большое спасибо Академии, всем, кто достоинство оценил труды моего отца. Большое спасибо. Ура, спасибо огромное. Спасибо, поздравляем. И вас, и вашего папу. Я думаю, Роман Младенов ещё бы поблагодарил, конечно, Андрея Дягинцева, Арсения которого сыграла ту роль, за которую... Мы продолжаем. И вместе с театром Ленинград-центр предлагаем вашему вниманию ещё одну картину из пяти представленных в номинации лучший игровой фильм. КОНЕЦ КОНЕЦ Фильм «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. Продюсеры Андрей Кончаловский, Олеся Гидрат, Евгений Степанов. Режиссёр Андрей Кончаловский. Производство, продюсерский центр Андрея Кончаловского. Что такое бродяга Чаплина без котелка и костюма не по размеру? Или героиня фильма «Завтрак у Тиффани» без чёрного платья и мунштука? Талантливый художник по костюмам может буквально слепить героя, а кому-то подсказать даже зерно роли, как это было с Юрием Богатырёвым, которому найти суть его героя в картине «Неоконченная пьеса» для механического пианино помогли жмущие ботинки, если я не заблуждаюсь. Да, Никита Сергеевич? Да, важность художника по костюмам вообще очень трудно переоценить, потому что если бы артисты Даша снимались без костюмов, это, как говорится, было бы совсем другое кино. Совсем. Поэтому наша номинация «Лучшая работа художника по костюмам». Вот так, в номинации представлены. Людмила Гаинцева, Шагал Малевич. Наталья Дзюбенко. Поддубный. Кто остановит русского медведя? Обратите внимание, весь Париж обожает Поддубного и весь Париж втайне ждёт его поражения для того, чтобы завести на пьедестал нового героя и поклоняться ему. Во! Не дождутся. Сергей Стручёв. Солнечный удар. Ах, спасибо, подручек. А они прям чуть-чуть. Сырно! Ирно! 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 А вручить, вручить награду в этой номинации мы попросим олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Навку и актёра Артёма Михалкова. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дамы и господа! Мы очень рады стоять на этой сцене с такой замечательной партнёршей. Это для меня большая честь. Тань, ты извини, что я не на коньках, но, может быть, в следующий раз как-нибудь... Я как раз... Мы стояли за кулисами, и я дёргала Артёма и говорила, ну, давай, давай, что... Давай отрепетируем, что мы будем говорить. Он говорит, да что, Танька, ты волнуешься? Конечно, я волнуюсь, потому что чувствую себя намного увереннее на коньках и безумно рада, что Артём без коньков. Вы знаете, я хотел... Спасибо большое. Я хотел сказать, что в Америке была замечательной художник по костюму «Эдит Хэтт», которая получила 8 Оскаров, была номинирована 35 раз. У неё больше тысячи картин. И когда её спросили, в чём успех ваш, она сказала, когда я примеряю артистов и то, что они мне говорят, я об этом никому не говорю. И я надеюсь, что те участники этой номинации художники не будут никому говорить о том, о чём говорят артисты. Таня, открой, пожалуйста, конверт. Пока открываю, я просто скажу, что, конечно, я особенно знаю в силу своей профессии, как важен художник по костюмам. Мне кажется, что у этих людей чувство прекрасного, как оголённый нерв. и очень сложно найти правильного своего художника по костюмам. И мне очень приятно назвать... Сергей Стручёв! Награду получает Сергей Стручёв. Фильм «Солнечный удар». Спасибо большое. Я дело в том, что очень смущённо растерян. Дело в том, что со мной в номинации номинировались прекрасные художники, мои очень давние друзья Наташа Дзюбенко и Люси Гаинсова. Но беспощадный жребий ничего не поделать. Я хочу поблагодарить всех собравшихся за тёплый приём. Спасибо большое. Хочу поблагодарить академиков за такую высокую оценку моего труда. Хочу поблагодарить всех, кто со мной работал. Спасибо большое всем моим ассистентам, костюмерам, всем швеям, сапожникам, мастерам головных уборов. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляем вас. Спасибо, Таня. Спасибо, Артём. Присутствующий здесь в зале один из самых выдающихся художников, постановщиков в истории отечественного кинематографа. Кинематографа что там выдающийся? Можно сказать, великий. Да. Можно даже сказать гениальный и, как вы уже поняли, мой большой друг Александр Адебашьян. Здравствуй, Саша. Можно сказать метр этой профессии нет, наверное, всё-таки чуть больше, чем метр. Чуть больше, да. Значительно больше, чем метр отечественного кинематографа. Так вот, Александр Адебашьян гениально когда-то сказал в одном интервью, декорация в кино нужна для того, чтобы снимать в ней, а не чтобы снимать её. Замечательные слова. Прекрасные слова, но это, конечно, скромность мастера, потому что есть такие декорации, которые сами со временем попадают в экспозиции музеев, ведь только действительно выдающемуся художнику под силу создать мир, в который на два, а иногда и больше, часов переселиться, захочет переселиться зритель. Номинация «Лучшая работа художника-постановщика». И в этой номинации представлены. Валентин Гедулянов. «Солнечный удар». Да, совершенно удивительно. В природе из мерзких гусениц выходят очаровательные бабочки. А чужих женщин всё наоборот. Андрей Панкратов. Не ел ремонт, конечно. Левиафан. Но зато с душой. А чё? Григорий Пушкин. Под дубль. Он положил на лопатки весь мир. Как тихо все замерли. Конечно же, с одним из художников так получилось, что я работал. И у меня есть свои претенденты. Таня, ты можешь прочесть, кто же получит орла? Хотелось бы потянет время, как Федя Бондарчук рассказывать что-нибудь. Как важна роль художника-постановщика в фильмах, которые номинируются. Как они умеют создать вот этот мир, атмосферу, в которой уже потом творят режиссёры, операторы, актёры. Это замечательные люди. И сегодня победитель Валентин Гедулянов. Награду получает продюсер фильма «Солнечный удар» Леонид Верещагин. Валентин Олегович, к сожалению, не смог приехать. Он не смог вылететь из родной Одессы. Там непогода. Он два дня сидел в аэропорте и не смог прилететь. Я два слова про профессию. Они так много говорили. И тем не менее, вот роль художника-постановщика на любой картине она огромная и очень заметна. Она становится первостепенной на картинах сложно-постановочных. А вот на картинах сверх-постановочной сложности, к коим я отношу «Солнечный удар», её переоценить нельзя. Мы работали с выдающимся художником-постановщиком. Валентин Олегович работал на таких картинах, как «Вертикаль», «Десять негритят», «Благословите женщину», «Ворошиловский стрелок». Здесь он номинирован на две картины «Солнечный удар» и «Уикенд». Я надеюсь, что меня поддержат и Никита Сергеевич, и Владик Апельянс. Вот прошло три года с момента съёмок, а у нас до сих пор в сердце радость от этой совместной работы. Здоровья Валентин Олеговичу новых интересных работ. Это будет в студии «Тритэн Никита Михалкова», и Оля его получит. Спасибо. Спасибо. Сейчас пришло время для вручения одной из главных наград за вклад в развитие российского кинематографа. И для того, чтобы представить того, кто получает эту награду, мы приглашаем молодую актрису Аглаю Шиловскую. Добрый вечер. Хочу не могу найти. Хочу признаться в любви одному человеку, который, можно сказать, меня впустил в большое кино. Вот. Звать любовь не надо, явится незваный, счастье расплеснет вокруг. Он придет однажды, ласковый, желанный, самый настоящий друг. Взглядом ты его проводишь, день весь как во сне проходишь. Ночью лишь в подушке девичьей подружке выскажешь свои мечты. Если все не так, если все иначе, если ночь полна цветами, если сон бежит, если сердце плачет, плачет благодарными слезами. Если целый мир стал для сердца тесен, если воздух полон песен, если расставаясь ищешь встречи вновь, значит, и пришла моя любовь. Будут все нежнее радостные встречи, будет каждый день весна. Но однажды в темный непогожий вечер ты придешь домой одна. Медленно платок развяжешь, слово никому не скажешь. Ночью лишь в подушке девичьей подружке выплачешь свою тоску. Если все не так, если все иначе, если думать нету воли, если грудь теснит, если сердце плачет, плачет от невысказанной боли, если вне своей этой болью меришь, если ни во что не веришь, если расставаясь встреч не ищешь вновь, значит, и пришла моя любовь. Если целый мир стал для сердца тесен, если воздух полон песен, если расставаясь ищешь встречи вновь, значит, и пришла моя любовь, значит, и пришла моя любовь. Приглашаем на сцену кинорежиссера, сценариста, актера, народного артиста Станислава Говорухина. Станислава Говорухина! Фильмы которого всегда живут с нами, с нашей страной, и всегда помогают задуматься зрителю об истинном смысле таких понятий, как совесть, честь, достоинство Родина. Спасибо за это, Станислав Сергеевич! Спасибо! Боже! Боже! АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего нет справедливее, ничего нет прекрасней, справедливой награды. Я знаю, что вы любите фразу Дюма, нет ничего прекрасней, справедливого возмездия. Так вот, нет ничего прекрасней, справедливой награды. Ну, это тоже можно рассматривать, как возмездие за всю мою прожитую жизнь. Я всегда воспринимал подобную премию, как, ну, премию за выслугу лет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это моя ученица и любовь моя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы приглашаем режиссера, у которого актер Станислав Говорюхин сыграл свою, пожалуй, самую известную роль. Сергей Соловьев, режиссер картины Асса. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думал, что моя награда это вот то, что я сейчас видел. А уже без статуэтки я бы обошелся. Может, ее Соловьеву оставить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ему не нравится мой шарфик давно уже. Именно поэтому я его надел. Вот что сегодня характерно для молодого человека это небритость и вот этот шарфик. Вот это Сергей Александрович. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи мне, а твоей жены Гале нет здесь? Нет, к счастью, нет. Нет, к сожалению. Потому что я уже там ныл со сценой. Нет ли серебряной орлихи такого? Потому что Гале нужно бы вручить это. Галя последние несколько десятилетий живет с человеком с самым омерзительным характером в России. С самым чемпионски омерзительным характером. АПЛОДИСМЕНТЫ А мы с ним познакомились, извините, да, в 62-м году, вот, в институте кинематографии. И с той поры мы не расстаемся, это странно, да, 50 с лишним лет. И не расставание заключается практически в том, что как только встречаемся, начинаем собачиться по любому вопросу. То есть я не помню ни одного вопроса, чтобы мы, вот, как мы с тобой согласно и интересно мыслим, а, как хорошо. Нет, этого не было и, я думаю, и быть не может. Тем не менее, дороже Славы и Славиного мнения у меня мало чего есть в жизни. Почему? Потому что Слава... Слава как бы предполагает вид на себя самого со стороны. Вот когда Славу там слушаешь и говоришь, Слава, что ты говоришь, что ты... Он говорит... А потом думаешь, он правильно говорит. Но это всё идёт с годами, всё идёт с годами. Причём тебе дают за вклад, да. И я тут, на самом деле, как бы просто свидетель вклада. Знаешь, когда в банке там разоряются? Там ищут всё. Свидетели были, что он вкладывал? Я свидетель 62-го года. Ты вкладывал. Я видел... Это я единственный среди вас. Я видел Славин... Вот следите внимательно, обязательно какую-нибудь гадость сделает. Обязательно. Это называется следите за рукой Славиной. Я видел поставленный им в аудитории отрывок по Чехову аптекарше. Это была его первая работа. Ну, поверьте мне, ну что, тут нет ни одного человека, который может со мной согласиться или поспорить. Никого нету. Это был фантастический художественный шедевр. Фантастический художественный шедевр. Я до сих пор помню это дело. Это же странно. 50 с лишним лет. Там играл Валера Рубинчик, «Царство небесное». Там играла Оля Гобзева. Это было что-то невероятное. Невероятное. И вот на этом вообще вот таком уровне, высочайшем уровне, это я свидетельствую, Слава и провел свою жизнь. Ну, вот я только одну вещь скажу, чтобы вашего внимания не утомлять. Вот, допустим, ну, это не о себе ни в коем случае, но он очень хороший друг. Это нет, совсем не о себе. Но они дружили вот с Володей Высоцким, с Владимиром Семеновичем. И вот после трагического конца сколько людей пыталось как бы благодарно и честно и красиво выразить свою память о нем. И поставили памятники. И там один памятник стоит, где как бы, значит, Владимир Семенович как бы на Христа похож. А еще один памятник, там он как бы связанный вот раб, который рвется там из рабских этих самых. Спасибо всем, кто, конечно, все это делал. Но самый настоящий, грандиозный памятник Володе – это фильм «Место встречи изменить нельзя». Это грандиозный памятник. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что он Володю опять передал людям, народу этому. И я не буду там все остальные фильмы твои хвалить или… Кстати, никогда мы не собачились из-за фильмов. Никогда. Потому что всегда мне нравилось. Всегда мне нравилось. Всегда мне нравилось. Вот. И вот, допустим, сейчас Аглая пела. Я сначала не понял. Думаю, кто так замечательно поет? Кто это? Что это? Откуда это? А потом вспомнил, это мы с тобой смотрели в Севастополе, да? Фильм с Аглая, да? И я еще спрашивал, а кто это? Кто это? Вот. Славина жизнь, она не просто полна хороших картин. Они кажутся очень разными. Так же, как и Славина, проявления в такую жизнь тоже кажутся очень разными. Но на самом деле там есть одно колоссальное единство. Он не может биологически сделать ничего из того, что лично ему не нравилось бы. Это и есть понятие совести. Художественной совести. Что бы вы ни говорили там, что он делает, куда? Он поступает в соответствии с требованиями собственной совести. Поэтому самое для меня дорогое в этой статуэтке, которую я тебе отдаю, отдаю. Это тоже к плохому. Мы... Вспомнишь, с Рубинчиком несли... Помнишь, мы с Рубинчиком несли... Мы несли... Как это называется? Да, с Ники. Ники. Пришли с Никами к нему домой. Значит, как бы отмечать все это дело. Вот. Жена... Все там накрыт стол. Мы с Рубинчиком поставили Ники, сели. Значит, он налил себе водки и выпил. Рубинчик тоже с ума сошел. А мы... Мы же не с Ники. Нам же было холодно. Я говорю, у него душа требует сейчас. Потом мы начнем уже вечеринку по новой. Слава, ты замечательный человек, замечательный друг, замечательный... А я ее домой принесу, хочешь? Вот. Замечательный друг и товарищ, и замечательно цельный человек с совестью. Это очень важный такой момент в нашей жизни. Очень важный момент. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и сяк, наконец. Я вам должен сказать, вы мне должны быть благодарны. Только я его мог остановить. Че? И то слабо видели. Спасибо, друзья. Засыпали меня комплиментами. Я не знаю, донесу ли я их вон до своего стула. Я помогу тебе. Еще раз спасибо. Я помогу тебе. Поздравляем! Поздравляем! Ура! Уже совсем скоро мы узнаем победителя в номинации «Лучший игровой фильм». А пока с помощью актеров театра «Ленинград Центр» представляем еще одного претендента на победу. Песня «Лучший голова» Песня «Лучший гровой фильм» «Аллоуна» «Аллоуна» «Воимый фильм» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О том, что такое главная роль, очень точно написал Пастернак Это гул вдали идущих действий Я один играю в них во всех пяти У нас номинация лучшая мужская роль в кино И в этой номинации представлены Александр Збруев, кино про Алексеева Любовь, наверное, отдать другому человеку все, что ты можешь Или даже не все, что ты можешь А то, что другому человеку действительно нужно на данный момент А то человек будет кровью истекать А ты ему вместо того, чтобы свою кровь отдать, скажешь А давай я тебе песенку спою Максим Матвеев Уикенд Это правда, это я его убил Я признаюсь в убийстве О, он предупреждал Не губи себя, парень Ничего уже не будет Уже больше ничего не будет Ну и чё? Алексей Серебряков, Левиафан Я твой Бог Милосердный Мой-то со мной А он где твой? Не знаю Для вручения награды в номинации Лучшая мужская роль в кино Приглашаем на сцену великолепную Алену Бабенко Добрый вечер Вот там за сценой режиссеры сказали мне Быстро, быстро, быстро Я, конечно, им пообещала, но вообще сейчас Мы так прекрасно сидим два с лишним часа здесь Мне кажется, мы еще посидим Поэтому я не собираюсь ускоряться Тем более, что это вообще нечестно Именно меня пригласить Чтобы выбирать среди этих трех замечательных людей Скажу почему Потому что С одним из них мы снимались не однажды в кино И в одной даже картине нахально переделывали сценарий И даже были записаны в соавторы сценариев С другим мы репетировали и играли немного в одном прекрасном спектакле А с третьим человеком просто у меня в один день день рождения Поэтому это страшно несправедливо С трем артистам это никак не относится Так, ну поскольку мне сказали ускориться Ой, я не с той стороны открываю Ой, а я знаю кто Александр Збруев Награду получает Александр Збруев Кино Алексеева Спасибо большое Знаете, вот выступил с поздравлениями Сергея Соловьев И он меня как бы окунул в некоторую ностальгию Действительно, как все быстро проходит Время бежит неумолимо Я сейчас смотрю на этот зал И вспоминаю, как я впервые попал в этот павильон Снимал свою картину Аллов и Наумов Ветер И главную роль там играл Бредун Эдик, Царство Ему Небесное А мы учились еще в Щуке На первом, не то на втором курсе Приходили зарабатывать в массовке деньги Но второй раз я появился уже в другом качестве И это было, представьте себе 53 года тому назад С ума сойти В это трудно поверить Это был фильм «Мой младший брат» по Василию Аксенову Снимал замечательный режиссер Зархи И снимались потрясающие совершенно актеры Тогда еще неизвестные Это Андрей Миронов Олег Даль Вы знаете, они всегда вместе с нами И мы никогда не расстанемся с ними Вот для меня этот павильон Как вот мой Арбат На котором я родился И я сижу И так легко выходят люди Легко говорят Свободно Без зажима Я думаю Как вот все привыкли Вот выходить на такую сцену И такое ощущение Что они приходят сюда каждый день Получать эти награды Я думаю Как замечательно Что вот этот павильон Превратился В какое-то содружество Содружество кинематографистов Вы знаете, я долго не снимался в кино Очень долго Причем я сам себе сказал Я не буду больше сниматься в кино И не снимался около восьми лет Но потом случилось так Что я познакомился с режиссером Михаилом Сигалом Прочитал его сценарий Мне показался замечательный режиссер И когда я прочитал аннотацию к этому фильму У меня моментально возникла ассоциация С Мишей Кононовым Который закончил свою жизнь Тем, что выращивал капусту Картошку И продавал ее на рынке Этот великий актер Закончил свою жизнь таким вот образом И этот актер Миша Кононов В этом фильме Во всех сценах Он всегда был рядом со мной Так же, как Олег Янковский В других случаях В театре Он всегда рядом со мной Есть люди, которые всегда рядом Люди, с которыми никогда не расстаешься Ходят ли они по этой земле Или живут вечно там Но они всегда есть Вы знаете, хочется делать низкий-низкий поклон им Спасибо им за то, что они были Спасибо за то, что мы с ними общались Я могу еще назвать огромное количество этих актеров Спасибо им огромное За то, что они были За то, что они есть Господа, не забывайте их, пожалуйста Это великие, прекрасные актеры Которых забывать нельзя Ни в коем случае Тут, Валера, извините, пожалуйста Поскольку я долго не снимался в кино И давно не выходил Вот на такую публику Все-таки я скажу несколько слов Валерий Тодоровский Он, конечно, пошутил И была в этом ирония И Ты извини, пожалуйста Хорошо? И была некоторая ирония и шутка По поводу театра Но я бы посоветовал, честно говоря Многим-многим кинорежиссерам Почаще приходить в театр И, может быть, они открыли для себя Какой-то другой мир Другой мир, потому что Потому что Извините, пожалуйста Потому что Потому что ведь многие актеры В ваших фильмах Это театральные актеры Которые любят свой театр И, может быть, даже театр для них Это первое Что есть для них вот эта мечта Которая исполняется на сцене И вы знаете Вот у Гумилёва есть такие стихи Называется оно «Шестое чувство» Извините, не пугайтесь Я не буду его читать Вот Но для меня сегодня Есть ещё Ну пусть это седьмое Но тоже чувство Чувство, которое невозможно Объяснить словами Мы говорим друг другу Обычно одни и те же слова Спасибо, желаем Вы такой замечательный Вы такой хороший Работайте вам И так далее И так далее Какие у вас планы Кстати говоря, планы Когда говорят планы Вот Расскажи о своих планах Богу И он рассмеётся Тогда Но я сейчас не об этом Я говорю о том Что У меня сегодня Чувство Необъяснимое Чувство радости Чувство радости Что всё-таки Есть замечательные актёры Есть замечательные режиссёры Будь то кинематограф Будь то театр Но это всё равно Мы все вместе Мы всегда вместе Мы друг друга подпитываем И это очень и очень и очень важно И мне Хотелось бы сказать Что это чувство радости Сегодня Мне подарили Все вы Подарили Академики Подарила та публика Которая Смотрела этот фильм И голосовала За меня Спасибо Всей той группе Сигала Которая работала На этом фильме Спасибо Что они отметили работу Моего персонажа Алексеева Спасибо вам за всё Спасибо Извините, что так долго Всего доброго До свидания Спасибо Поздравляем вас АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам, что вы есть Александр Викторович В этих вот стихах Которые вы упомянули Там есть такие строки В конце Ревёт наш дух Изнемогает плоть Рождая орган Для шестого чувства Вот эта боль В которой рождаются Великие работы Благодаря чему Высекается Вот эта искра радости Которую мы видим Здесь в этом зале Спасибо вам огромное Низкий поклон АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я вас жду Всегда АПЛОДИСМЕНТЫ Я обязательно вам расскажу О Борисе Бугунове Который вставил Сидящий здесь Ревиссёр Богомол Маргарина АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Тем более я вот Недавно была Как раз на этом спектакле И видела вас И ваше соответственно Константин произведение Так что все Встретимся в белой студии Дальше Продолжим Тем не менее Да Ничто не делает Женщину Такой красивой Как вера В то что она красива Это не моё мнение Это сказала Софи Лорен Да Мы всегда верили Верим И будем верить Что наши женщины Самые красивые Самые умные И вообще самые лучшие Правильно Антон Андреевич Да Ага Итак у нас номинация Лучшая женская роль в кино И в этой номинации Представлена удивительная актриса Поедешь со мной Елена Лядова Левиафан Дарья Мороз Дурак Дом падает Выходите на улицу Быстро Там сотни живых людей Сотни Быстро А они нам никто Неужели ты не понимаешь Что мы живем как свиньи И дохнем как свиньи Только потому что мы друг другу никто Юлия Пересиль Уикенд Мне кажется Так Видите ли Вооруженный мужчина Он как вам объяснить Он мужчина Для объявления луреата Главной национальной Кинопремии Золотой Орел В номинации Лучшая женская роль Мы приглашаем на сцену Замечательного артиста Андрея Соколова Добрый вечер Дорогие друзья Уважаемые коллеги Конечно же Очень ценно быть Сегодня здесь На нашем празднике Быть к нему причастным Конечно же Волнительно Находиться в зале Среди числа Номинантов И ждать Приговора наших Академиков Но К своему удовольствию Я хочу сказать о том Что выйти на сцену Для того Чтобы объявить Победителя В данной номинации Номинация Лучшая женская роль Это настоящая награда Для настоящего мужчины Спасибо Вы знаете Когда При виде женской красоты Появляется настоящая Жизнь мужчин Обретает смысл Когда к этой красоте Добавляется актерский талант То обретает смысл Производство Настоящих фильмов И в нашем случае Сочетание Красоты Таланта Чувственности Грации Внутренней силы Все это Елены Лядова Награду получает Елена Лядова Левиафан Я же за ней вышла Спасибо Академикам Андрей Большое тебе спасибо За такую возможность Спасибо Вот так всегда Вручаешь ты Спасибо другому Спасибо Лена сказала Андрей Большое тебе спасибо Она же не сказала Какое Спасибо Поздравляем Поздравляем От души Женщины Женщины Забыл фамилию Потрясающего поэта Который Грандиозного поэта Который в полемике С некрасовскими Этими строчками Коняна скаку остановит В горящую избу Войдет Написал Она бы хотела Иначе Носить драгоценный наряд А кони все скачут И скачут А избы горят И горят И про вас будет сказано Мы вас поздравляем Есть люди Одаренные столь щедро Что кажется Пойдя они в любом направлении И добились бы Огромного успеха Мы знаем этого человека Как народно любимого Артиста Но кажется Если бы он Стал профессиональным Литератором То получил бы Не золотого орла Лауреатом которого является А например Премию Большая книга Может быть Кто-то уже догадался Мы приглашаем На сцену Народного артиста России Обладателя Золотого орла За вклад В отечественный кинематограф Одного из Любимейших актеров Страны Валентина Иосифовича Гафта Ура Добрый вечер Я вообще готовился Выйти На главную Женскую роль И приготовил Стихи Для женщины Да Никита Так ты просил Не совсем Не важно Нет Ты просил Чтобы я почитал Лирические стихи Ну давайте еще раз Лядывай вруч Я не просто вышел Чужие отвечают Чужие отвечают Голоса Но цифры этих Я стирать не буду И рамкой Никогда не обведу Я всех найду Я всем звонить им буду Где б ни были они В раю Или в аду Пока трепались И беспечно жили Кончались Зеноночные Витки Теперь о том Что не договорили Звучат Как многоточие Гудки Ну Музыка Артемьев это знает Хорошо Смычок Касается Души Едва Вы им К виолончели Или к скрипке Прикоснетесь Ели Священный Миг Не согреши По чистоте Душа Тоскует В том Звуке Эха Наших Мук Плотней Губам Трубым Он штук Искусство Это кто Как дует Когда такая Есть струна И руки Есть И вдохновение Есть музыка И в ней Спасение Там Истина Оголена И не испорчена Словами И хочется Любить И жить И все Отдать И все Простить Бывает и такое С нами Лирическое Лирическое Молчание Ты Ты Твой Крупный План Снег На ресницах Быстро Тает И по щеке Слезой Стекает Дверь Скрипнула Погас Экран Без Зрителей Идет Картина Ты Женщина А я Мужчина Но в голове Безумье С дров Находит То полено Дров Где Притаился Буратино Лежим В объятиях Не святые Но запах Не моих Духов Сплошные Ни точки Запятые И нет Любви И нет Стихов Опять все То же Словоблудие Тоска Все те же Заморочки Но я люблю Другую Люди Кто кормит Грудью Эти строчки Я за ней Хожу Кругами Она есть Она здесь Рядом В кресле Улеглась С ногами Ближе Подходить Не надо Еще Когда уходить Надо срочно Меня что-то Тянет Вперед В автобус Сажусь Полуночный Все делаю Наоборот Меня будет Тянет На казнь В темноте Увозя Все небо Как черное Платье Дорогу Увидеть нельзя И ты Ничего Не прощая Под ливнем По лужам Бредешь Любимая Я обещаю Что я Прекращу Этот дождь Ах Только Б не задохнуться Последний Крутой Поворот Ведь я Ухожу Чтоб Вернуться Все делаю Наоборот Вернусь Обниму Осторожно Теряя Тебя Навсегда Но Вечно Любить Невозможно На Время Не стоит Труда С лица Выпью Слезы Живые И молча Уйду Не спеша И вижу Глазища Шальные И слышу Как Стонет Душа Все Ну я Прочитаю Памяти Двух Прочитаю Памяти Раневской И еще И Ахуджави Раневская Любила Больше всего Одного Человека Это был Пушкин Александр Сергеевич Голова Седая На подушке Держит Тонкокожая Рука Красный Томик Александр Пушкин С нею На сейчас Наверняка С нею Никогда Не расставался Самый Верный Первый Кавалер В нею Наживал Когда Читался Вот вам Гениальности Пример Приходил Задумчивый Странный Шляпу Сняв С курчавой Головы Вас Всегда Здесь Ждали Александр Жили Потому Что Были Вы О Многострадальная Фаина Дорогой Захлопнутый Рояль Грустных Нот В нем Ровно Половина Столько Же Незыгранных А Жаль Ну Еще Булат Акуджава Человек Привязан К жизни Отстает Бежит Вперед Отдает Всю жизнь Отчизни Кто-то Честный Кто-то Врет Но До Ада Или Рая Постепенно Все Дойдут Жизнь Короткая Такая Долгим Будет Страшный Суд Многих Нет А те Долечи Откричали Петухи Ночь Сутуренькие Плечи Вот гитара Вот стихи Сердце Слева Орден Справа Вот солдатская Шинель Вот сапог Полудырявый Вот троллейбус Вот апрель Вот арбат Как река Маховая Бронная И на струнах Рука И слова На века Им Произнесенные В гимнастерке Полуржавой Те слова Впитались В кровь Чтобы помнила Держава Про войну И про любовь Теперь я хочу сказать Замечательному режиссеру Тодоровскому Отец у него был Великий режиссер И он потрясающий Валера Я с ним не знаком Но он потрясающий Я по поводу театра Хочу вам прочитать Стихотворение Театр Валера Валера Встанем Если позволить Я не затягиваю Да Сань Прочитайте Згруй Театр Чем он так прельщает В нем Умереть Иной готов Как милосердно Бог прощает Артистов Клоунов Шутов Зачем В святое Мы играем На душу Принимай Грех Зачем Мы сердце Разрываем За деньги Радость За успех Зачем Кричим Зачем Мы плачем Устраивая Карнавал Кому-то говорим Удача Кому-то говорим Провал Что за профессия Такая Уйдя со сцены Бывший маг Домой едва Приковыляя Живет Совсем Совсем Не так Не стыдно Жизнь Судьбу Чужую Нам представлять В своем лице Я мертв Но видно Что дышу я Убит И кланяюсь В конце Но вымысел Нас погружает Туда Где прячутся Мечты Иллюзия Опережает Все то Во что Не веришь Ты Жизнь коротка Как пьеса Читка Но если веришь Будешь жить Театр Сладкая попытка Вернуться Что-то Изменить Остановить На миг Мгновенье Потом увянуть Как цветок И возродиться Вдохновеньем Играем Разрешает Бог Браво Браво Легонос Спасибо вам Огромное Пожалуйста Не уходите Еще Мы вас попросим Вручить премию В самой литературной Наверное Номинации За лучший сценарий Давайте В номинации Представлены Станислав Станислав Говорухин Уикенд Хочешь меня Напугать Щенок Думаешь Я страшусь Смерти Убери Будем считать Что это Глупая Шутка Не губи себя Парень Андрей Кончаловский Елена Киселева Белые ночи Почтальона Алексея Трепицына Чего и не примет Он у нас Эту бумажку А может Да запросто Олег Негин Андрей Звягинцев Левиафан Ты что тогда В прокуратуру пойдем Потом в суд Если надо И на этого летеха Напишем Главное Факты собирать Даже отказные Вы что совсем гордо Воевать собрались Эти твари что ли Весь город Ну что Объявите сценарист Да Да Валентинович Хотите я одно Прочитающее стихотворение Очень Оно посвящается Вот скоро будет опять Дата Володи Высоцкого Я ему написал Такое стихотворение Мамаша Мамаша Успокойтесь Он не хулиган Он не пристанет К вам на полустанке В войну Малахов Помните Курган С гранатами Такие шли Под танки Такие строили Дороги И мосты Каналы Рыли Шахты И траншеи Всегда в грязи Но души их чисты Навеки Живо напряглись На шеи Что за манера Сразу за ногам Что за привычка Сразу на колени Ушел из жизни Маяковский Хулиган Ушел из жизни Хулиган Есенин Чтоб мы не унижались За гроши Чтоб мы не жили Мать по-идиотски Ушел из жизни Хулиган Шукшин Ушел из жизни Хулиган Высоцкий Мы Живы Они ушли туда Взяв на себя Все боли Наши раны Горит на небе Новая звезда Ее зажить Конечно Хулиганы Андрей Кончаловский Елена Киселева Награду получает Елена Киселева Фильм Белые ночи Почтальона Алексея Трепицына Ну поднимайтесь Пожалуйста Ну вот Андрея Сергеевича Здесь нет Он к сожалению Не смог приехать Очень работает Много Но он мне Перед тем Как я сюда шла Позвонил И сказал Если вдруг Тебя вызовут Скажи Что Будущие кинематографы За малобюджетными Фильмами Такими Как Например Вот Сын Или Братья Чеу Гарова Вот Я думаю Что это Наше кино Тоже было Достаточно Малобюджетным Я не знаю Это надо спросить У продюсеров Директоров Но для Успеха Пришлось Конечно Очень здорово Зато Потратиться В другом Там Приложить усилия Как например Оператор Симонов Мениальный Который Просто решал Задачи Практически Невыполнимые Как Катя Вещева Тоже Режиссер Ну в общем Мне хочется На самом деле Зачитать все Титры Еще разок Но Наверное Регламент Не позволяет Поэтому Просто спасибо Большое Спасибо вам Поздравляем вас Спасибо Валентинович Спасибо Поздравляем Анжей Вайду Анжей Вайду Считает Что режиссер Должен обладать Душой поэта И волей Капрала Ну у нас тут Представлены Как минимум Генерал-полковники Сейчас мы услышим Этот список Итак В этой номинации Представлены Внимание Андрей Звягинцев Левиафан Ну и че Я твой Бог Милосердный Мой ты со мной А он где твой Не знаю Кому ты молишься В церкви Я тебя не видел Не постишься Не причащаешься Наиспивать не ходишь Если бы я свечки стоял И поклоны бил У меня бы все по-другому было Может сейчас начать Пока не поздно Андрей Кончаловский Белые ночи Почтальона Алексея Трепицына Давайте не будем дальше Давайте обратно Давай проедем Уж приехали Иди на что-то Едем Ну че ты Другой Я даже не хочу дальше Никита Михалков Солнечный удар Ничего не надо Пусть поют Очень даже символично Для вручения Главной национальной Кинопремии Золотой Орел За лучшую Режиссерскую работу Мы приглашаем На сцену Народного артиста СССР Художественного Руководителя Московского Художественного театра Великого Олега Павловича Табакова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так Звягинцев Глядя в лицо его Строгое Неженый робок Ты будешь Это Совсем другие стихи Значит Вот что можно сказать С определенностью Про этих троих Мне кажется Что До тех пор пока Любит Человек Этой профессии То есть Может любить Он Живой А когда уже Не может Надо любить Природу АПЛОДИСМЕНТЫ Вы живы? Да Я скажу что Конечно Давай Я что-нибудь скажу Ну конечно Спасибо Всем проголосовавшим Всем членам Академии Кто проголосовали В этой номинации За мой Труд Но Конечно Ясное дело Что Заслуга Главная Главная заслуга Главный Дар Режиссера Это Те люди Которые его окружают Люди С которыми я работаю Уже Ни много ни мало 15 лет Практически Не меняется состав Я говорю О главном Костяке Что ли Вот И вот сегодня Многое было сказано О театре Я понимаю Что Валера Разумеется Шутил Все это Вообще говоря Была шутка Вот Я вдруг подумал Тоже присоединить Несколько слов К этому Потому что Если бы Не было театра То я бы Здесь на сцене На этой Точно не стоял Спасибо Спасибо еще раз Всем Кто проголосовали Спасибо моей группе Спасибо Лена Спасибо Александр Миша Андрей Панкратов Дергачев Андрей В общем Всем спасибо Олег Павлович Конечно же Вам главное Из ваших рук Для меня Это самая высокая честь Я старался Я тоже Спасибо Спасибо Он между прочим Из школы Художественного театра Вот так Валера Ну в общем Да Художественного Конечно Я вообще Я гитис Закончил Да какая разница Недалеко Художественная Без сомнений Пошли Поздравляем Поздравляем Пошли в художественный Ну что Наступает Может быть Самый важный Самый Волнительный Момент Какая Главная Интрига Сегодняшнего Вечера Так и Зудит Что-то Сказать Что все Главные Интриганы Уже от напряжения Раз это Интрига Через несколько Минут Всего через Несколько Минут Будет Объявлен Победитель Национальной Премии Золотой Орел За 2014 Год В главной Номинации Лучший Игровой Фильм И в этой Номинации Представлены Белые ночи Почтальона Алексея Трепицына Режиссер Андрей Кончаловский Продюсер Андрей Кончаловский Производство Кинокомпания Андрея Кончаловского При поддержке Министерства культуры Российской Федерации Я хочу обратиться Чу-чу-чу-чу Кажется Нормались Чу-чу-чу Сейчас порой Выскочить На кухне Звезда Режиссер Анна Меликян Продюсеры Рубен Деждищан Анна Меликян Производство Кинокомпания Магнум Марс Медиа При поддержке Министерства культуры Российской Федерации Да? А я хотела себе наоборот Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Сергей Мелькумов Производство Нон-стоп Продакшн Фонд Кино При поддержке Министерства культуры Российской Федерации Кому ты молишься? В церкви я тебя не верю Не постишься Не причащаешься На испиу Если бы я свечки стоял И поклоны бил У меня бы все по-другому было Может сейчас начать Пока не поздно Может жена моя воскреснет Дом мне вернут Или поздно уже Не знаю Пути Господни неисповедимы Солнечный удар Режиссер Никита Михалков Продюсеры Леонид Верещагин Никита Михалков Производство Студия 3Т Никита Михалкова При поддержке Фонда кино Вот этими руками Какую страну загубили Целый мир Загубили Человека русского Отныне Вся моя жизнь Навеки До гроба Уикенд Режиссер Станислав Говорухин Продюсеры Станислав Говорухин Екатерина Маскина Производство Киностудия Вертикаль Я никого не убивал У вашего шефа было оружие? Ну как ты мог? Как сговорились все Ну зачем вы все это делаете? Для объявления лучшего игрового фильма по версии национальной кинопремии «Золотой орел» мы приглашаем на сцену кинорежиссера, генерального директора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова Добрый вечер Я сегодня вспомнил Был такой фильм американский Хороший, довольно популярный, вы помните, наверное, фильм Однажды в Америке Однажды в Америке там была сцена, где какой-то тип нанимал банду гангстеров И он все время говорил Жизнь это цирк, ребята Насчет жизни не уверен, а вот то, что кино это цирк, это точно Я сейчас поясню вам Я, значит, сегодня перед этой церемонией встретил гостей И, честно говоря, извините за жаргон, собирался свинтить по-тихому К маме поехать пораньше И вот меня дама такая, очень милая, очень взволнованная остановила Говорит, а вы где сидите? Я говорю, да я, собственно, отдал билет, я вот отчалить собираюсь Говорит, как отчалить? Вы же вручаете главный приз Я говорю, да я как-то не в курсе Никто не предупредил, что-то такое Ну, короче, вот я, тем не менее, перед вами Это, получается, если бы мы разминулись там на три секунды То я не имел бы чести вручить этот важнейший приз Сегодняшней прекрасной церемонии ее победителю В общем, как у Сафокла в царе Эдипе Рок, судьба Посмотрим, кому эта судьба улыбнется сегодня Кстати, мама, привет, я здесь Пресс уходит фильму «Солнечный удар» Награду получают режиссер и продюсер Никита Михалков И продюсер Леонид Верещагин Фильм «Солнечный удар» 37 лет мы шли к этой картине И самое поразительное, что Картина совсем о другом Но мы не знали, что она окажется настолько сегодня Близка к тому, что происходит вокруг Мы снимали в Одессе В которой сегодня нет такой Одессы, которая была тогда, когда мы снимали Это было всего два года назад Я очень благодарен моим товарищам Я очень благодарен моим коллегам Которые оценили так нашу картину Я понимаю, что конкуренция была правда жестокой И поверьте, это первый раз Вот так вот Обычно, в общем, было достаточно все понятно раньше Я хочу поблагодарить моих молодых актеров и немолодых Я хочу поблагодарить всю нашу команду Потрясающих людей, которые Даже Иногда не понимают, что они делают Когда творят чудо Когда творят чудо Нам писали и писали о нас Что в Швейцарии уехали снимать Волгу Нет ни одного парохода в России Ни одного Замените расстрелом снимать в Швейцарии Волгу Что нужно было туда привезти? 60 фур вместе с поленицами Это дешевле, чем покупать там лес И эти люди это все делали И я хочу поблагодарить нашего зрителя Абсолютно потрясающе Я вам должен сказать Картина прошла в прокате Она прошла по телевидению И через три месяца Попросили люди И она пошла опять Идет в Москве Пусть в небольшом зале Она идет И люди приходят Это самое великое счастье Я желаю всем моим коллегам И себе тоже Чтобы сбылось желание одной женщины Написавшей мне Что настоящее искусство Это то, что хочется смотреть Прочесть Или услышать Еще раз Это очень важно Спасибо вам огромное Вы знаете Мы очень любим Слушать Смотреть Рассказывать Если можем Красивые истории И Вот Есть у человека мечта И Он идет к ней К этой мечте И всегда история интересная Когда Это не сразу получается И идет к ней долго Вот За Несколько десятилетий Совместная работа с Никитой Сергеевичем С самого начала Я услышал про Желание снять солнечный удар А как его снять 11 страниц текста Где в основном атмосфера И много картины Много работ И не было Ни одной картины В процессе которой Так или иначе Никит Сергеевич не говорил А вот бы снять солнечный удар И казалось Это уже не сбывшаяся вещь Но Вдруг После утомленных солнцем После картины тяжелой Вдруг Как громце Где ясного неба Давай снимать Потому что режиссер Нашел форму И понял Что он хочет делать И вот У продюсера На разных картинах Разные задачи И вот здесь Нужно было просто Собрать всю волю Все силы Сконцентрировать всю группу И двигаться за режиссером Который за все эти годы Железно знал Чего он хочет Верьте в себя И у вас все получится тоже Спасибо Спасибо Катиненко Антон Златопольский Александр Роднянский Евгений Цыганов Аркадий Кога Вадим Смирнов Владимир Торопчин Эдуард Артеньев Олег Урусов Владислав Апельянс Анна Мас Северия Ярушаускай Роман Надянов Сергей Стручев Леонид Верещагин Александр Збруев Елена Лядова Елена Киселева Андрей Звягинцев Никита Михалков Мы благодарим Всех участников Гостей и зрителей 13-й церемонии Вручения Главной Профессиональной Кинопремии Золотой Орел До встречи В следующем году Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова